Салют подписчикам канала Атом Асем и случайным зрителям этого видео. Сегодня я хочу показать вам одну интересную настройку в вашем телефоне Android, которая поможет сэкономить заряд батареи на телефоне и соблюсти некую конфиденциальность. То есть разработчики по умолчанию в вашем телефоне включили одну вредную функцию, которую мы сегодня как раз и отключим. Этой штукой большинство из вас не пользуются, я уверен. Позже я объясню, зачем это нужно. Если это необходимо, друзья, кому-то, то соответственно не отключайте. Я буду показывать все на примере смартфона Xiaomi, но эта настройка подойдет и для любого другого Android смартфона. Для большинства, скажем так, других Android смартфонов, по сути, какие-то расположения в настройках могут отличаться, но смысл общий уловить, я думаю, вы сможете. Заходим в общие настройки смартфона и нам нужно найти тут такой параметр, как приложение. Вот тут выбираем все приложения и вверху у нас появляется поисковая строка, в которой нам нужно вписать слово Google. И тут, ребят, найдем очень много различных Google сервисов, среди которых нас интересуют речевые сервисы от Google. Они могут называться как Google Speech Service. Вот на Xiaomi они называются речевые сервисы от Google. Сервис этот содержит функцию преобразования голоса в текст или, например, текста в голос. И вот этот сервис может использоваться другими приложениями на смартфоне. То есть, например, в Google клавиатуре вы можете зажать специальную кнопку, наговорить в микрофон сообщение, и оно будет преобразовано в текст. Как раз будет использоваться вот этот вот речевой сервис от Google. Ну и другие какие-то приложухи могут использовать вот этот речевой сервис от Google, ребят. То есть, например, вам сообщение приходит, вы, если не хотите его читать, или у кого-то плохое зрение, вы можете сделать так, чтобы это сообщение прочитал робот. И как раз он будет делать это с помощью вот речевых сервисов от Google. Тем, кто вот этими функциями не пользуется, друзья, смотрите дальше. Но прежде чем продолжить, я хочу порекомендовать вот такой интересный канал в Телеграме, который называется Река ПК. Тут каждый день публикуются различные интересные приложения, которых нету в Play Market. Все эти приложения, естественно, бесплатные, друзья. Что-то новенькое и интересное на свой смартфон вы тут сможете найти. Ссылка будет в описании под видео, либо просто в поиске Телеграма вбивайте Река ПК, даже на русском языке, и находите вот этот канал, можете подписываться. Так вот, друзья, кто уже понял, нам нужно избавиться от этих речевых сервисов от Google, если мы ими не пользуемся, потому что по умолчанию они забивают память, то есть около половины гига в смартфоне занято речевыми сервисами от Google, и разрешение, смотрите, предоставлено микрофон, то есть этот сервис вас постоянно может прослушивать и отправлять, соответственно, статистику на Google сервера. Также включены уведомления и сетевые подключения через мобильный интернет. Wi-Fi тут нету, обратите внимание, то есть по умолчанию вы не можете отключить полностью доступ к интернету этому приложению. Соответственно, это сделано для того, чтобы оно всегда имело возможность отправлять о вас сведения на Google сервисе. Так вот, возвращаемся назад. Далее нам нужно выйти в общие настройки смартфона и найти тут расширенные настройки. В расширенных настройках будет пункт «Язык и ввод». И тут, ребята, нам нужно выбрать «Управление клавиатурами». По умолчанию у вас будет установлена, скорее всего, клавиатура Gboard, то есть это Google клавиатура, и, в общем-то, снизу будет голосовой ввод. То есть будет как раз функция «Набор текстового сообщения голосом». У вас она, скорее всего, будет включена. Отключите ее, если этим, соответственно, не пользуетесь. Далее возвращаемся на шаг назад и находим тут раздел «Синтез речи». В «Синтез речи», опять же, по умолчанию, если у вас установлена Google клавиатура, у вас будут речевые сервисы от Google. И вот тут шестеренку на это нажимаем. И тут самое интересное. То есть тут настройки «Синтез речи». Скачивать голосовые данные только через Wi-Fi будет включено. Увеличение громкости речи, распознавание языка и анонимные отчеты о синтезе речи. Вот эти вот все пункты, ребята, можно смело отключать. То есть о распознавании языка система не будет распознавать вашу речь. Также анонимные отчеты отключаем, чтобы программа не смогла собирать о вас отчет об использовании этого сервиса и не могла отправлять их на сервера Google. В принципе, вот такие вот небольшие короткие настройки сегодня, ребят. Отключение вот этой вот функции, если вы ей не пользуетесь, поможет соблюсти некую конфиденциальность. Ну и, соответственно, поможет отчасти сохранить заряд батареи и освободить оперативную память от лишних каких-то фоновых процессов. Подписывайтесь на канал, если хотите. На сегодня у меня все. Спасибо за внимание. Всего вам доброго и до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok